приветствую вас любители вкусного интересного рад видеть вас на канале доброслав 13 сегодня пятница и тема вкусных разных необычных настоек сегодня предлагаю приготовить вам друзья мои интересный вариант на тему бородинской настойки я в своей градации его назвал бородинская номер три кто не видел предыдущих два ролика с разными дегустациями оставлю ссылку в описании зайдете посмотрим итак сегодня готовим третью версию бородинской настойки бородинской настойки что главное очень яркий хлебный аромат и вкус напоминающий нам бородинский хлеб у меня в основе будет своя сортировка домашняя из сахарного смогона крепостью 42 где-то приблизительно процента приятный аромат ничего лишнего и так что я буду использовать за основу перловка обжаренная перловка я уже здесь не стал вам показывать как я ее обжариваю обжарка перловки не стал я в этот раз делать среднюю и сильную сделал средние обжарки то есть слегка слегка начала подрумяниваться появляется такой хороший приятный ореховый аромат все этого достаточно снимаем соответственно со сковороды обжариваю конечно же на сухой сковороде что еще у нас в таких видах бородинской настойки традиционно используется кориандр и тмин то есть по факту это вот очень близко к бородинской настойки версия номер два который делается на обжаренной перловки но я хочу ее улучшить сделать более мощный более интересный по вкусу мне в той бородинской версии номер два особо понравилось легкий такой ореховый привкус да там был хлебный аромат хлебный привкус но он был не настолько ярко не настолько хорош как например в настое на ржаном бородинском хлебе и одну из идей мне подали мои любимые зрители в комментариях ржаной ферментированный солод да да друзья мои тот самый с помощью которого мы печем хлеб очень ароматный очень насыщенного ржаного аромата и вкуса и я добавлю сюда самую малость черного и душистого перца потому что я хочу ну так скажем усилить вкус ароматику данного напитка и придать ей определенную пикантность собственно все раскладки чего сколько грамм в описании ролика будут ничего не упустите ничего не пропустите собственно вакуумная крышка можно делать конечно же настаивать под обычной крышкой чем не нравится вакуумной крышки удаляем воздух из банки за счет этого появляется разреженное пространство а в разреженном пространстве вкус ароматика цвет все отдается гораздо быстрее и проще нашей алкогольной основе и за счет этого настойка получается у нас гораздо быстрее чем методом просто классического прямого настоя под обычной крышкой собственно вот удалил уже такое легкое бурление в баночке пошло пузырьки воздуха кислорода воздуха выгоняются из банки теперь собственно что остается ждать если обычная крышка это стандартные 14 дней под вакуумной крышкой дней 7 ну может быть 8 еще чуть-чуть откачаем все ведь опускается значит все нормально удален весь кислород цвет видите какое то есть уже становится такой мутноватым но хотя мы не добавляем сахар в эту настойку не сахарный мед я не добавляю надо периодически вот так вот и и встряхивать опыт работы с солдовыми настойку меня есть смотрите сразу какая стала темная темная просто как ночь южная ночь темная потому что солод имеет свойство оседать на дно и спрессовывается и за счет этого гораздо хуже он отдает вкус цвет аромат солд друзья мои не пивоваренные как зерна использую а именно тот что используется в хлебопечении который вот разбит в муку ферментированный ржаной солод если у вас нет ферментированного ржаного солода хлебопекарного но есть ржаной солод который вы используете для пивоварения то для данной настойки рекомендую его просто-напросто в пыль в муку разбить на кофемолке вот и все красотища дальше все просто ждем 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 после этого фильтруем сначала первый раз через марлю чтобы убрать все крупные частички потом один-два раза прогоню через ватные диски кстати надо пополнить заплату с и ватных дисков а то на всеобщем ажиотаже как бы и на них дефицит не начался расходуется их на фильтрацию достаточно большое количество не отключайтесь впереди нас ждет дегустация а это самое любимое время как мои так и ваши в любых роликах ну что друзья мои готова наша бородинская а не простая бородинская бородинская особая в бутылочке упакована красивая замечательная и чудесная а нам пора переходить дегустация хороший аромат аромат очень приятной как описать вам аромат аромат хлебный насыщенный очень насыщенный хлебный легкая пробивается такая сладковатость и ореховость которую дает вот как раз перловка вот мне в аромате немного не хватает здесь свежести которую дает обычно тмин возможно я положил мало тмина и я не стремился чтобы он здесь выпирал как-то вот так вот ярко был но ожидал честно сказать что он здесь будет давать свежесть как вот делали в других версиях бородинской он как бы немного освежал освежал напиток поэтому будете повторять этот напиток попробуйте в таком варианте и попробуйте в варианте два раза увеличенное количество тмина мне кажется такой вариант с большим количеством тмина понравится многим гораздо лучше и я в следующий раз буду когда повторять это настойку а повторять я ее буду обязательно уже ближе к зиме то непременно непременно увеличить количество тмина в описании я укажу базовое количество и рекомендуемое количество что еще сказать спиртуозность сильно не выпирает слегка слегка где-то фоном а чувствуется что напиток крепкие и здесь есть сильная алкогольная составляющая а так доминанта то чего мы стремимся добиться это хлеб яркий хлебный ржаной вкус цвет цвет такой достаточно мутноватый темный насыщенный достаточно интересный и приятный вот моему глазу такой цвет приятен в бутылке причем в бутылке смотрится хотя абсолютно прозрачная бутылка гораздо более темным вариантом закусочку если здесь приготовил мне тут написали в комментариях что так как канал уже ого-го как подрос 60000 между прочим уже на канале зрителей подписчиков за что вам отдельное спасибо я немножко даже прозевал этот момент когда перешагнули за 60000 подписчиков и вот говорят что обязательно должна теперь в каждом ролике быть реклама поэтому сегодня что отрекламируем кабачковую икру которая пойдет у нас на закуску кто хочет делать сам ссылку оставлю в описании ролика скоро сезон овощей и можно уже будет делать свою кабачковую икру а кто покупает кабачковую икру для тех оставлю ссылку на ролик рейтинг кабачковой икры был такой у нас на втором канале съедобное несъедобное за вас друзья мои будьте счастливы будьте здоровы пришла весна а за ней придет и лето жизнь продолжается всего вам хорошего за вас друзья во вкусе напитка этого все то же самое что и в аромате икорка икорка он душ хороша хлебно пряно ароматно для тех кто любит крепкие настойки настойки с хлебным ярким вкусом кто пробовал предыдущей версии бородинский я думаю этот напиток должен должен непременно вам понравится он вас порадует кстати вот предыдущий ролик был он уже ну наверное вышел на канале это жена с чесночком и и вот это можно также отнести к этим категориям хлебных бородинских настоек тоже она интересная была и выделить я вот сейчас уже теряюсь у меня количество бородинских настоек это классика на хлебе классический вариант очень распространенный в интернете на перловке солодом и чесноком и вот это вот вариант солодом и перловкой честно сказать не могу сказать что какой-то вариант однозначно провальная какой-то вариант очень 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 сильно выигрывает ну а мы мы будем продолжать эту тему ближайшее время думаю крепких настоек станет чуть чуть меньше потому что в моем понимании такие крепкие вещи они более зимние настойки а у нас уже весна лето становится все теплее теплее сейчас пойдет очень много различные ягоды и начнем снимать ролики настойки на листьях смородичном листе вот если кто делает настойку напишите мне свой пожалуйста вариант у меня есть свой вариант есть еще уже мне пару предлагали хочу там два три варианта собрать возможно несколько роликов снять возможно собрать их в один ролик и показать зрителям потому что смородичный лист буквально вот ближайшее время будет будет распускаться ну и в теме напитков знаю что многие от меня давно ждут продолжение тематики прошлогодние квасов квасов разных делаю много вкусных обычных необычных и экстравагантных даже так бы я хотел сказать так что по пятницам напитки как и прежде будут выходить ну и конечно нам сейчас сказать что ой 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 youtube могут заблокировать но все давно знают и в каждом ролике в описании есть ссылка на телеграм-канал где я публикую какие-то новости анонсирую выходы новых роликов также есть цен есть вконтакте где все ролики также выходят не потеряемся друзья впереди нас ждет много вкусного и интересного до новых встреч пока пока верим в лучшее